всем привет солнечного острова тенерифы сейчас попробую поснимать мои цветы под солнцем солнце сейчас очень ярко 3 часа дня у нас сейчас у меня машинка стиральная работает немножко шумит и тут напротив нашего дома идут работы строительные там вот крышу кроют они периодически шумят наверно сейчас ушли на обед не знаю нету никого но я ждала пока не перестану сверлить сейчас попробую вам что-нибудь показать начнем с питуньи видите не очень прямо как бы светло ну как получится 3 питуньи очень пышно цветут это сорт называется триумфа не махровые очень крупные цветы у них но все равно вы знаете питуньи уже немножечко начинают как бы хереть цветочки мельчают редеют костики ну как-то причем это я их уже подстригала один раз это у них уже вторая волна не за посмотрим начнут совсем плохо выглядеть еще раз подстригу попробую у меня там еще одни питуньи уже подстрижены это белая гранди хлора жду когда отрастут они уже там начали отрастать вот и еще у меня два ящика с питуньями там снаружи на вакончике потом покажу вот я не знаю когда эти питуньи отживут мне хотелось сначала сюда поставить ящики с вот гераниями вот видите вот это ампельная геран я пересадила она немножечко так стрессовала сейчас цветет забросила бутонов множество будет пышненько цвести будет но герани и ампельные герани большинстве своем теряют цветы теряют лепестки осыпаются вот смотрите какая красота вот это герань на солнце немножечко не так красиво вот у нее такие шикарные белорозовые цветы вот такие тоже ярко-розовые но она очень сильно осыпается вот эта геранька тоже мне очень нравится это одна лепестковая у меня не такие красивые соцветия как у другие герани но она очень пышно цветет очень пышно растет и очень быстро самое главное вот этот вот здесь у меня сейчас два взрослых кустика начали шуметь и 2 я подсадила малюсеньких малюсеньких череночка сюда но они очень быстро разостаются этот кустики два этих белый вот этот и розовый я покупала очень очень маленькими они буквально за полтора месяца разрослись вот так и вот это еще гераника это еще одна ампельная гераника здесь два вида вот этот они немножко отличаются вот та более такими шапками круглыми цветет а эта немножечко такая растрюпанная но похоже чем-то не цветом похоже вот они тут очень сильно осыпаются очень сильно поэтому поставить их сюда понимаете из-за того что они осыпаются они будут ронять свои цветы туда к соседям сейчас я покажу туда на нижний балкон соседям у соседей балкон больше чем у нас терраса вот и все цветочки иногда когда сильный ветер те цветы которые у меня осыпаются они лепестки попадают туда на соседке балкон но это только когда ветер но если я поставлю сюда вот эти ящики они начнут осыпаться постоянно прошу они постоянно сыпятся я не знаю поэтому думаю когда эти петунии отрастут вернее отживут я наверное посажу сюда ампельные петунии петунии ничего не теряют ничего не осыпают и все при все прекрасно так вот эти две гераники у меня таких керамических горшках мне очень нравится здесь вот таких вот он здесь кажется таким каким-то на самом деле это ярко-як кроваво-красный цвет в этом горшке два растения очень очень пышно цветущих в этом горшке он побольше здесь три растения очень красивый цвет такой лососевый не знаю очень нежный красивый цвет там беленькая герань тоже красная еще одна и сейчас там отдыхающие три кустика мне очень нравится герания у меня очень много черенков я тоже вот потом вот так вот буду сажать по два-три растения в один большой горшок там разных цветов посажу и белые и красные розовые оранжевые у меня там есть гибискус цветет постоянно просто не прекращаясь сменять цветов цветок сменяют цветок постоянно то два то три то четыре кустик небольшой но очень пышный цветущий и расти начал пышно так вот это питунка это питунка у меня выращена из черенка единственный черенок который прижился и вот так вот вырос так что я завел цветок но она какая-то неказистая какая-то она вся корява кривая я ее люди обрезала все потому что черенок именно был такой вот корявенький немножко как-то вот он как-то так корявенько отрос но я потом подстригу чтобы она более пышная была такой цвет приятный такой сиреневый цвет светлый симпатично вот питунки как-то у меня тогда не хотели приживаться вот только этот один черенок и выжил из всех так что еще показать вот вот эти два череночка я сама отрастила сейчас вот будут цвести они оба посмотрим какой цвет потому что я не помню что интересно черенки очень медленно растут очень долго вот находятся в таком состоянии маленьком но потом как-то очень резко начинают расти и вырастают большими вот это вот питунка именно так и росла долго долго маленькое растение неказистенькое потом хлоп и уже большое вот а у меня еще черенков много черенки не только герани сейчас так здесь вот у нас перчик мелкий у него уже был цветок куда он делся отпал что ли он засох вот он сейчас вот он цветочек он уже засох то есть будем ждать урожая скоро там ананас спасла его от паутиного клеща сейчас вроде бы начнет расти уже ромашка ромашка конечно это вообще смешное что-то такой укропчик 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 очень долго вот такое видно был шапочкой такой а потом бац и выстрелила три таких вот палки с цветочками это аптечная ромашка посмотрим на большом горшке достаточно сейчас не когда ее посеяла мне казалось что я очень жидко посеяла но сейчас я вижу что густо этот горшок надо было три семечка сажать всего лишь так там у нас королевская пеларгония она цветет все время хорошо чуть-чуть отдохнет и опять начинает цвести там у нас базилик кругом базилик много его так вот это буганвили она меня конечно просто поражает растет очень быстро я не знаю что с ней делать если она вот так вот вырастет и будет дальше продолжать расти таким же темпом это будет просто огромное растение которое у меня займет пол балкона вот но она вот тут набросала кучу бутонов вот таких бутонов у нее тут по всем веточкам полно но она чем-то переболела напала на нюк это тля или что-то не знаю я уже опрыскала пересадила такую огромную горшок вот такой вот буду надеяться что она отойдет потому что на листики пожелтевшие нижние не нижние вот эти молодые посмотрим чего это мне хватало это и артензия то же самое хоть она и цветет но у него листья очень болезненно выглядят молодые и растут здоровые а вот эти вот большие листья они почему-то какие-то желтовато суховатые тоже не могу понять что и не хватает розочка спасенная так вот и так лучше видно наверное из магазина которая мини роза вот это она тоже была в ужасном плачевном состоянии но я обрезала вот она сейчас цветет но честно скажу роза не люблю не люблю розы абсолютно они меня не вызывают никаких эмоций не хочу ими заниматься просто что мы подарили понимаете но уже как-то жалко растению я подкармливаю я ее подстригаю периодически я ее опрыскиваю то есть ухаживаю как-то за ней но но не нравится не розы так что еще тут у нас есть там бегония желтая тоже жив живучая и живет и цветет и пышной не прекращаюсь так здесь у нас диплодения которая тоже поначалу капризничала сбросила бутоны не хотела расти листья какие-то были пожелтые вот я ее дважды пересаживала вот наконец-то этот большой горшок видимо ей понравилось сейчас у нее очень много бутонов и цветет пышно и этих вот побеги такие зеленые вот у нее какие-то усы что ли она их выбрасывает несколько штук уже выбросила это свидетельствует о том что не хорошо так здесь у нас салат кролик мой охраняет салатик один салат он уже подстригли я жду что у нас растет посмотрим от растет или нет вот этот очень пышно разросся там кучерялая петрушка и кучерялый салат тоже молодой еще так здесь это ларгония пушистая пушистая тоже из черенков маленькие пока черенки вот надеюсь что они скоро начнут пышный рост фиалочки цвет цвести собираются это тоже цветет тут собирается цвести и череночки пеларгония кажется что их много на самом деле их уже распределила все по вазам по горшкам не так уж их и много поэтому мне места хватит небольшом балкончике но там еще забыла показать этот крестовник роли он свел у меня он цветок уже засох я жду посмотрю что там с ним будет растет тоже очень быстро вот это вот выросла буквально за два месяца вот такая длина у него хорошо растет интересное растение очень мне нравится ну вот такие там еще у меня несколько горшков сейчас покажу со стороны очень люблю пеларгонии вы знаете очень люблю не собираюсь от них отказываться и наверное даже заменился но не заменю эти растения которые уже есть конечно они останутся дай бог если будет своя земля открытая конечно вот эти все и богом виле и гортензии розу и гибиску все это будет высажена в открытый грунт а для души для удовольствия это останутся питунья и пеларгония все ну вот такой мой цветущий балкон так вот он у меня выглядит так ну и что внутри здесь у меня по-прежнему папоротник роскошный он сколько у нее этих побегов растет прекрасно фитония тоже разрослись на 4 пустика разных хорошо растут монстера очень крупная очень здесь все нравится когда ее высадишь в открытый грунт она здесь разрастается невероятных размеров фикус который спасла тоже от паутинного клеща надеюсь что он больше не заболеет но болеют растения много вот этот одиантум который тоже хорошо себя чувствует прекрасно растет травка моя которую я омолодила такая хорошенько алоэ вера ну вот так такие у меня мои растения красавицы стендап тусы и плющ вот такой обзорчик там еще две фиалочки тоже стоит ну такой вот у меня балкончик цветущий сейчас покажу те растения которые снаружи у меня стоят смотрите несколько горшочков у меня вынесено сюда это вот это питунья ампельная бела красная и уже по моему пора подстригать она тоже как-то изрослась уже ну пока подожду тут куст с голубыми цветами он мне не нравится он очень большой но и куда его девать вот это питунья постриженная уже нарастила новые побеги это зодиак пятнышки такие и еще одна ортензия переболевшая я все листья сухие обрезала оставила только живые посмотрим как она себя будет здесь чувствовать вот так немножко еще растение здесь на моем балкончике такой вид тут у нас еще раз покажу красная табу галлили осыпается шуршит под ногами сегодня видите небо чистое голубое красивая каримы нет какой кот какой кот сидит здесь очень много котов и собак почти у всех так немножко поболтаем если получится так потому что машинка стирает шумит и там 10 минут осталось еще шуметь можно подождать конечно пока от шумит сейчас посмотрим сегодня сильно шумит а тогда я переключу потом еще заснимаем просто так поболтаю чуть-чуть вот что первое хотела сказать жаловали что я тихо говорю что плохо слышно да я тихо говорю но вы знаете я не могу говорить громче я пробовала как-то повышать голос немного вот сейчас даже я пытаюсь его повышать но у меня не получается через какое-то время я опять начинаю тихо говорить такой наверное тип говорения не знаю ну что машина наконец-то у нас готова я уже говорила получили испанские номера сделали страховку оформили окинсо теперь можно свободно нам ездить но можете себе представить что на это ушло около пяти месяцев четыре слышно два месяца это карантин дамка было все закрыто и ничто не работало и оставшиеся месяцы это просто из-за того что за два месяца не работали потом накопилось очень много дел и не разгребали все эти дела еще оставшиеся эти два месяца поэтому долго мы ждали наконец-то дождались разрядился аккумулятор очень приходилось его возить на подзарядку на истовую но в общем такое все здесь конечно бюрократизм на на деле что здесь не так много бюрократии как в италии но в какой-то степени до меньше но какой-то в каких-то моментах то же самое единственное что здесь например страховка на машину но у нас ленд-крузер toyota большая большой автомобиль на страховка в италии на него стоила тысячу 300 евро в год можете себе представить то здесь это всего лишь 270 вот в общем как-то в этом плане здесь конечно получше что еще что еще такого рассказать как-то было столько всего хотелось рассказать вылетела всю из головы полета одно раз уже то видео цветах то смотрите будет этот опыт да за эти опять-таки сколько пять месяцев только мы здесь вот я собирала цветы разные да там как-то присматривалась к ним что мне больше понравится вот и сейчас как бы я уже определилась уже окончательно вспомнилась нити выражение из маленького принца там маленький принцип зюпери цвета там маленький принц сказал что то что ты ищешь в миллионе роз можно найти в одном единственном цветке и узнать и это понимаю какой-то степени сейчас для меня именно такой период я не цветочный наркоман как кто-то не светоголик вот то есть я могу остановиться в мне не хочется покупать новые и новые растения вот но мне очень понравились герами очень понравились зовут этот период я еще раз в этом убедилась и это мнение укрепилась здесь найти мы были здесь зимой я видела цветущие герами мы были в санта-круз это вообще север там прохладно там цвели герами пеларгонин да и здесь я их насмотрелась я их навиделась уже такое количество разных таких огромных до таких огромных размеров вырастают что он но просто это невероятная то есть они здесь живут долго несколько лет и даже вы знаете сравните если вот сейчас в начале когда первый раз мы купили цветы это были петунии и герами вот из тех петунии первых вот сейчас черенок этот сиреневая петунии разросся остальных петунии уже нет они уже давно отжили свое а герани которые мы тогда купили только сейчас начинают разрастаться то есть они только сейчас вот входят в сок это вот те красные в горшке вот они только-только начали разрастаться сейчас поэтому но даже не поэтому петунии мне все равно нравятся конечно у них такой век короткий но герани здесь просто видимо климат для них очень подходящий поэтому они вот такими крупными растут и всегда цветут очень мощно как машинка шумит я даже не заметила вот петунии здесь круглый год вот сейчас например можно в этом садовом центре купить молодые петунии и посадить молодые совершенно только-только и там не знаю двухмесячные поэтому посмотрим посмотрим герани я у себя оставляю абсолютно все и плечелистные темпельные и зональные и душистые единственное королевские минуты мне очень нравится но не знание есть пока оставим так вот не помню что еще хотела рассказать но потом уже если шкафы на получится потом надеюсь депрессия отпустит буду теперь снимать какие-то коротенькие видео потому что знаете бывает едешь там раз какой-то момент уже даже стала записывать какие-то моменты витры наблюдаются замечаешь и потом как-то и хочется собрать его дно и рассказать как и буду делать перспективе все на сегодня пока все пока пока до новых встреч